Яма во дворе – наболевшая проблема, рассказывают жители дома номер 22А по магистральному проезду. Много раз они обращались в различные инстанции, но добиться решения этого непростого вопроса так и не удалось. Мы пять лет уже боремся за свой двор. Нам прислали в прошлом году документ, что это наш двор на рассмотрение. В 2022 году нам будет, ну будет, пришлют нам, включат программу. В общем, в итоге мы ничего не дождались. Ситуация значительно ухудшается в дождливую погоду. Широкие и глубокие лужи – здесь привычное явление. Но мириться с таким положением дел жители не хотят. Но здесь не предусмотрено ни одного ливневого стока. Это вот сейчас вот подсохло. У нас есть и видео, когда здесь стоит лужа, разлив. Ребенок, маленький ребенок упадет сюда, он захлебнется просто. Они же дети бегают. Изначально многоквартирный дом был включен в адресный перечень программы по благоустройству дворовых территорий на 2022 год. Позже был перенесен на 2024. Местные жители признаются – больше ждать не могут. А что будет с нами до 2024 года? Зимой нам не выйти. Вот это все машины. Весной это все лужи по колено. Исполнительный директор управляющей компании, которая обслуживает этот дом, утверждает – проблема с дорогой решится уже в следующем году. В июле-августе будет комиссия по включению дворовой территории в программу «Комфортная среда» на 2023 год. В ближайшие два года в регионе планируют отремонтировать 748 объектов, которые вошли в перечень дворовых и общественных территорий. Юлия Терещенко, Сергей Малеев, События дня.